Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Айтоновым. Добрый день. Вот я у себя в фейсбуке наши новости ставлю время от времени. И вот мне пишут, очень много пишут люди, говорят, вот ваш Лайтман соединяет как бы ислам и мусульманство. Ислам крайний и мусульман. Вы, бывает, резко говорите, что ислам входит и все. Нет, я не имею в виду саму религию, ислам, а имею в виду ее крайних апологетов. Это понятно, что я против самого ислама, против того, что написано в Коране, ничего сказать не могу. Там написаны тысячи прекрасных вещей. Я, как философ, могу сказать, что, в принципе, ислам – это добрая религия в своей основе. И существуют, конечно, там и свои крайности. Если их не раздувать, не развивать, и искусственно не ставить над всеми остальными, то это религия, с которой можно вполне ужиться любому человеку в мире, ни религиозному, ни исламисту. Но, с другой стороны, то, что сегодня преподается, это действительно не ислам. Я встречался со многими арабскими представителями. Я говорил с суфи, допустим, это представители арабской кабалы, что называется, и так далее. И могу только одно сказать, что среди них стремление к любви, к связи между людьми, эти дервиши и так далее. То есть это было все очень развито когда-то. Но на сегодняшний день это совершенно все преобразилось. Об этом много пишут, есть исследователи этих явлений сегодняшних, как и в прошлом были исследователи явлений исконного ислама. Так что то, что я говорю, это то, что сегодня сделали с исламом. Нельзя быть крайним, идти на убийство других и так далее без разбора, а потом прикрываться религией. Религия здесь ни при чем. Причем, как ты ее используешь. То же самое могу сказать и в иудаизме. Есть огромное количество людей, которые пропагандируют ненависть, в то же время как сам иудаизм, это возлюбие ближнего, как себя. И ближний – это ближний, это просто любой человек, который рядом с тобой. То есть это все в религии, но не так, как ее трактуют люди. Понимаешь? Поэтому заезжай куда-нибудь в религиозный район, ты увидишь, как они сторонятся всех остальных в Израиле, что они делают в Америке, там, в своих районах и так далее. То же самое это можно сказать и про ислам, и про все другие. Проблема в том, что ислам, он сегодня на подъеме, на религиозном подъеме. Причем религиозный – это крайне религиозный. Политический, да? Да, это когда они прикрываются религией, а на самом деле делают свою политику. Я не политик, я философ. И поэтому, будучи совершенно нейтральным и не обязующимся ни к какой стране, ни к политической партии, ни к чему, я высказываю точку зрения свою, как человека, который изучает кабалу, и как выступает с точки зрения понимания развития природы, ее общего внутреннего закона, и его внутренней этой силы, кстати говоря, которая называется Алла, высший, Ильион. То есть Аллах. Да, то есть Аллах. Это то же самое. Только надо докторовать его правильно. Это сила любви и связи между всеми в мире. И тогда мы увидим, что между настоящим исламом внутренним и между кабалой и настоящим удаизмом нет никаких абсолютно расхождений.